Президент Байден А дальше вы и сами знаете, чьи в школе классику проходили. Приехал. На перекладных. Не то чтобы ревизор, не совсем инкогнито и не из Петербурга, но точно с секретным предписанием. А теперь то самое-самое главное заседание. Вот жена президента США Джилл Байден сладко целует в губы мужа вице-президента США Дагласа Эмхофа при всем честном народе, собравшимся послушать президента США Джо Байдена. Не знаю, чего хочется больше. Спеть, миленький ты мой, или муженьку анонимно сообщить? А че сообщать-то? Вот он сам, собственной персоной, к трибуне идет. Байдену понадобилось семь минут, чтобы пробраться к пульту и начать свое послание, в котором он так врезал председателю Си, что мало не покажется. Вот так, без комментариев. А вы мне назовите хотя бы одного мирового лидера, который является членом КПК, Коммунистической партии Китая. О сложностях чехословацкого перевода. Чешский и словацкие языки довольно близкие. Чех без труда поймет словака и наоборот. Особенно люди старшего поколения, которые в школе в обязательном порядке учили и тот, и другой языки. Даже предыдущий премьер Чехии, вот он получает мандат, и тот словак, а по-чешски говорит с акцентом. Так вот, на совместной пресс-конференции президента Чехии Земана и президента Словакии Чепутовой фурналистка задала Земану вопрос по-словацки. Я ничего не понял. Конечно, может, я староват стал и плохо слышу, но вы же пищите, как канарек. А вы поняли? Ну тогда переведите. А теперь о серьезном. Премьер-министр Польши Матео Шмаровецкий на конференции по поддержке Украины заявил, что дальнейшее будущее Европы целиком и полностью зависит от того, будет ли разрушена Россия. Конечно, со всем нашим уважением, но я никак не могу взять в толк, как полегчает португальскому, скажем, крестьянину, если сбудутся премьерские мечты. И еще. Моровецкий сказал, что настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок. Я ни разу не историк, но прочесть слово-сочетание «новый порядок» у меня лично получается исключительно по-немецки. Неортнунг. Вы можете увидеть очередь в Нью-Йорке. Легко. За пособиями, за билетами в театр или на баскетбольный матч, в конце концов, за лотерейными билетами. Да ладно! Вот эти ломятся в магазин Russian Vodka Room. Они что, Михаил Сергеевича там реанимировали? Папа Римский заявил, что законы против ЛГБТ являются грехом. Шаров, конечно, большой, ему видней. Но тогда надо быть последовательным в продвижении гендерного равноправия. Но правда, что это такое? Папа Римский. Какой еще папа? Родитель номер один. Римский. Или Буэнос-Айресский. Латыши, наконец-то, смогли опробовать свою единственную большеобъемную пожарную цисцерну, гася пожар в Марубском крае. А что горел-то? Да завод по производству дронов горел. Министр обороны Германии Борис Писториус привез в Киев первый леопард. Хочу спросить, а оловянные солдатики тоже будут? Кстати, о леопардах. С ними покурать не надо. А то, не дай бог, случится, как в Индии, где пятнистый хищник проник прямо на заседание суда и покусал пятерых человек, не спрашивая, кто прав, а кто виноват. При любых других обстоятельствах они никогда на одном поле, не приземлились бы. А тут стоят, как миленькие, рядышком в аэропорту турецкого Газиентепа самолет иранский и самолет израильский. А потому что есть вещи поважнее острой национальной неприязни. Людей спасать надо. Никогда еще иноагент Вася не был так близок к провалу. А сдал его сам глава евродипломатии Жозеп Боррель в прямом эфире. Мы их всех, в смысле иноагентов, поддерживаем. Не скажу, как. Прямо так и заявил. Мне пипец, подумал Вася. Это не пипец, это не пипец. Это все пока что лежат, стой, но не пипец. Ну, конечно, это не пипец. Ведь в той же речи Боррель отличился еще раз. Он сказал, что запрещая у себя российские СМИ, они защищают свободу слова. Во как. Это не пипец, это не пипец. Не преувеличивая, то сейчас на вторец. Расслабляемся и машем белым сколки огурец. Не в воды от каждой ерунды. Не в воды от каждой ерунды. Не грузи мне в мокрый верный. Не грузи мне в мокрый верный. Это не пипец, это не пипец. Все, что в интернете пишут, это не пипец. Все, уже миллион раз было. Все, отстой, но негде.